всем привет сразу хочу сказать спасибо всем тем кто пишет комментарии под моими монологами это традиционное начало моего очередного монолога некоторые говорят что что вы все время тратите время на благодарности вот эти все понятно мы все уже знаем что вы будете благодарить я скажу что далеко не все люди живущие на этой земле смотрят все мои ролики подряд все эти там 300 с лишним уже записанных и те которые будут еще я надеюсь записаны поэтому многие смотрят впервые да и вот я и говорю что спасибо вам за то что пишите комментарии за то что вы напишите комментарии может быть еще мне приятно их читать интересно здорово и в меру сил в меру наличия времени я на них отвечаю иногда извините что не на все потому что но времени не хватает физически просто про блюз я хочу поговорить потому что вот слушал слушал я рук музыку записывал записывал ролики все пластинки знакомые все стоят меня на полках много лет я их переслушиваю что новое появляется да я стараюсь это как-то показать озвучить но решил вспомнить своего любимого артиста мадио тарса ежели вы собираетесь познакомиться с музыкой под названием блюз я очень рекомендую начать с небольшой коллекции мадио тарса вот пластинки которые спродюсированы джонни винтером несколько штук я их очень люблю вот эти три штуки хаде генн а и это уже из позднего условно говоря фонар санс я уже показывал есть уже ролика в этой пластинке ранние записи поздние записи как не удивительно средние записи мадио тарса ну и всякие разные много чего здесь интерес вот интересная штука электрик мат отдельная поговорю про эту пластинку электрическая грязь в общем тут есть что есть чем себя порадовать это уже тут другие пошли итальянцы но сегодня хочется мне вот об этой пластинке поговорить мадио тарс вудсток альбом это не запись со знаменитого концерта вудстоке совсем нет это абсолютно другая история это студийная пластинка которая записана в 1975 году в вудстоке же но не на сцене большой вот этого фестиваля вудсток да потому что уже давным-давно этой сцены не было а в студии которая принадлежит левану хелму барабанщику группы the band и в этой студии кстати говоря был записан альбом бориса гребенщикова под названием лилит и на этом альбоме играл гард хатсон музыкант группы the band в числе прочих музыкантов которые принимали участие в записи альбома бориса он очень хороший я про него поговорю отдельно но сегодня вот этот вот альбом мадио тарса 75 года альбом получил грэмми совершенно неожиданно для меня во всяком случае и эта пластинка она наверное сложно говорить я каждый раз в эту сползаю историю если вы никогда не слышали блюз начните слушать с этого альбома можно я могу 150 альбомов показать с которых можно начать слушать блюз и полюбить его но если вы его не любите не въезжайте в него то беда бессмысленное абсолютно занятие потому что блюз это 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 блюз и вон в него либо ты вошел либо ты в него не вошел очень интересная такая позиция которую я с которой я постоянно сталкиваюсь в разговорах и в комментариях кстати говоря очень много пишут подобного чего за что ну а блюз там что там блюз все одно и то же одно и то же три аккорда и все никакого никакого разнообразия все как одна песня идет это друзья мои в корне неверно в корне неверно и я могу это доказать очень просто потому что вот возьмите нашу европейскую музыку нашу с вами европейскую музыку привычную да да битлз там все все-все-все-все моцарта сальери не побоюсь этого имени и все-все-все-все-все-все что мы вот к обзована там все-все-все-все и с точки зрения восточного человека это очень примитивная однообразная скучная история потому что вот эти вот 12 нот конкретных да и их бесконечное сочетание туда-сюда 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 вот эти 12 но с диезами да я считаю с бемолями то есть 7 плюс 5 получается 12 и вот их пересыпаешь из пустого в порожнее порожнее вот эти 12 ноты больше ничего не и больше ничего нет все одно и то же куда ни пойди все те же 12 нот ну меняется высотность пониже повыше но все одно и то же все эти частотные характеристики нот они все стандартные без изменений это скучно ужасно для человека который живет на востоке и играет и слушает музыку с детства которая европейцу в общем-то не слышно она между нот идет вот микротональные все эти истории интервалы да они вообще не читаются они очень не то есть они они формально слышны но они не ложатся в сознание и когда европейцы начинают играть например берут в руки ситар сколько я сталкивался с музыкантами наши берет человек в руки ситар и начинает играть на нем как на гитаре все те же интервальные построения все те же как бы истории европейские ну звук да вот это да все здорово но музыка то европейская все равно все равно те же самые 12 нот так что все относительно да с точки зрения восточного человека европейская музыка примитивно и в общем однообразно до безумия того чтобы как песочные часы пересыпаются вот эти нотки и сюда для человека который пишет комментарии у меня под роликами да там блюз это вообще что там три аккорда ну какие ну во первых далеко не три аккорда во вторых как я уже сказал все относительно в блюзе очень много музыки бесконечное количество блюз это не не вширь это не количество аккордов не вширь а вглубь вот вся разница про это мы еще поговорим про теорию есть интересная теория кстати говоря что блюз это вообще европейская музыка один хороший джазовый музыкант московский забыл как его зовут так и говорил так и говорил причем человек образованный знает и плюс и джаз и все-все-все играть умеет очень хорошо и теорию музыки знают и не только не только джаз а много чего и только в африке слышали блюз не слышали правильно откуда ему там взяться потому что блюзовая история привнесена европейцами в америку и черное население подхватила европейский лад и трансформировала его по-своему так как слышат вот и все то есть это абсолютно ну это одна из теорий короче говоря maddie waters woodstock альбом 75-ый год грэмми и играют здесь музыканты потрясающие пол баттерфилд на гармошке pint of perkins великий черный клавишек и клавишник из состава группы maddie waters на фортепиано естественно левен хэлм ударные бас гард хадсон орган аккордеон саксофон боб марголин изумительный гитарист участник группы maddie waters фред картер бас и гитара пол баттерфилд я уже сказал и maddie waters вокал и гитара ховард джонсон саксофон записано за два дня всего в студии вот таки в студии левена хэлма после этого альбома мне снова захотелось переслушать все пластинки группы the band потому что звучание барабанов баса и клавишных и аккордеона гарта хадсона она прямо из the band сюда пришло прямо звук бэндовский здесь в полный рост но при этом группа maddie waters а играет все то же что они играли всегда с maddie waters глубинный каменный блюз как говорит сам maddie waters начиная песню love deep love deep as the ocean love deep as the ocean вторая песня на второй стороне maddie waters сначала говорит что я всегда писал и пишу и писать буду только каменный блюз вот этот самый каменный блюз и собственно говоря песня love deep as the ocean она является каменным блюзом с ходячим басом тяжелым с безумными барабанами левена хэлма но это что значит безумное это не не ян пейс там не не вот это все там они просто они такие вот то что надо играется то что надо играется мощно круто и здорово ну а если хотите никогда так сказать ничего не слышали в этом смысле хотите начать эту пластинку слушать и постараться ее полюбить интересно что же там рыбин наболтал такого наверное интересно начните с песни born with nothing это третья на первой стороне первая медленная песня на альбоме потому что две первая и вторая они быстрые про первую песню why are people like that я скажу несколько слов но вот песня born with nothing это то что кажется европейцу настоящим единственно возможным блюзом это медленный кач такой серьезный с удивительно едкой мерзкой но в нотах все кричащий живой абсолютно слайд гитары истеричный истеричный до безумия с такой же истеричный совершенно губной гармошкой как бы пол баттерфилд тут превзошел себя вообще на этом альбоме он поет кричит страдает переживает радуется и все это в гармошке какие-то берет ноты которые на гармошке взять невозможно просто но он их берет можно сравнить с яном андерсоном и его флейты джет ротал то есть играет вещи которые данный инструмент выдать не может по определению но он их выдает это конечно невероятная штука вот born with nothing кальдония четвертая вещь на первой стороне настоящий прото рэп который выдает maddie water со своим голосом стоимостью в миллион долларов как он сказал однажды и был прав и помогает ему пойти перкинс вторым голосом у них начинается диалог песни известная практически традиционная и много кто исполняет такой джамп блюз то что называется можно попрыгать блюз вообще веселая музыка очень веселая жизнеутверждающая и живая дающие хорошее настроение людям и тот кто говорит что блюз эта музыка грустная печальная он далеко не прав совсем не прав ну например песня новая people like that который начинается пластинка это такая штука сильнее чем фауст гетто да как владимир швейн говорил то есть это посильнее по внутреннему драйву и напору это посильнее любого тяжелого рока группы вот запилен хотя довольно ограниченная звуковая палитра никаких перегрузов никаких этих овердрайвов там и реверберация присутствует немножко в песне funny sounds первая на второй стороне когда гармошка уводится в реверберацию и голос один раз раз и опять все и опять все по-человечески пошло так вот а people like that это такой ходильник на двух аккордах всего даже трех не нужно здесь там всего на двух и она так качает и так она просто пробивает дипе был умноженной на ладзеппелен и все это в десятой степени и все это очень лаконично четко как играет группа the band всегда да и как играет всегда модди вот раз и поет одного голоса там достаточно чтобы все было по-настоящему going down to main street вторая песня гармошка подключается аккордеон но аккордеон здесь звучит довольно часто и такая вязь такая ведь губная гармошка с аккордеоном и с мощной ритм-секции с подкладом с басом четким одна из лучших в мире ритм-секции у группа the band если кто не знает это просто потрясающе просто потрясающе ну а в песне опять-таки вернусь в а я people like that там если начать слушать слушать громко во первых нужно там столько внутри всего там такие звуки адские там впереди гармошков вокал конечно впереди за ним гармошка и какие-то гитарные звуки прорываются дни человеческие какой-то голос джунглей голос космоса все и все это в блюзе в качалке на двух аккордах то есть вот представьте себе такую такую штуку ну и замечательное конечно завершающие номера лады год times roll где звук биг-бэнда вдруг прорывается с довольно узким составом инструментов но они так раскачивают что кажется будто играет огромный биг-бэнд и канзас-сити все знают эту песню весело задорно здорово и подтверждает то что блюз это музыка жизни музыка веселая вот такая позитивная и дающая нам кайф и дающая нам возможность существовать дальше чтобы вокруг нас не происходило пойду пить пока до новых встреч мадди вот раз еще будет с нами